У нас тут сейчас новенький объект один, мы как раз тут приступили к заливке бетона. Уже давно все выставили опалубку, сделали арматурный каркас, завезли блоки стеновые, тут даже вот уже кровля лежит в ЦПЧ, и сегодня будем заливать бетон. Но рассказ будет не про то, как заливать бетон, это уже и так все знают из наших видео. Сегодня будем рассказывать про то, как проверить уровни. То есть у нас есть строительная площадка, мы что-то где-то, какую-то опалубку собрали, сделали какие-то свайный фундамент. Теперь надо понять, в каком уровне все это у нас сделано. Или у нас это все криво, или у нас это все ровно. И вопрос, чем это все проверить. Можно, конечно, по старинке взять, просто коротенький уровень положить, попробовать что-то им замерить, но погрешность будет очень высокая. Такое можно делать, окошки принимать маленьким уровнем, какие-то мелкие поверхности, да. Но когда у нас, допустим, домик 10, там 11 на 16, как здесь, обычным уровнем промерить, особенно арматурный каркас, практически невозможно. Тем более в опалубке, там все это криво, куча арматуры, перевязок всяких, это все мешает замерам. Можно взять и воспользоваться гидравлическим уровнем. Это есть такая трубочка, длинная достаточно, и туда заливается водичка. И вот по принципу сообщающихся сосудов можно как раз делать замеры. К одному месту приставил трубочку, к другому месту приставил трубочку, подождал, пока уровни устаканились, смотришь, где на одном уровне они, или у вас что-то относительно этого уровня жидкости что-то уплыло вверх или вниз. Соответственно, надо вносить правки. Надежный способ, самое главное, практически бесплатный. Трубочка такая стоит 3 копейки, но она очень неудобная, и с ней невозможно работать зимой. Некоторые скажут, да, можно там антифризы нафигачить туда, но антифриз он такой вязкий, противный. Зимой с этим антифризом возиться, пока зальешь, он тягучий такой. Весь будешь в этом потом антифризе, он жирный, противный. То есть это, в общем, такой больше для лета подходит. Или если вот вы там самостройщик, прям жесткий такой, прям и вам звера не позволяет купить, вообще никакой нивелир нормальный. Ну тогда да, трубочка, это реально хорошее решение. Лучше с этой трубочкой жидкостной, чем вообще без всего. Пока не началась заливка, как раз расскажу про первый способ, как можно правильно замерить уровни тех плоскостей, которые вы должны проверить. То есть, допустим, у нас ленточный фундамент или плита, нужно понять, где у нее все углы должны быть, середина, чтобы правильно выставить геометрию плиты именно по плоскости. Самый надежный способ, самый дальнобойный, самый точный, это оптический нивелир. Очень надежная, классная штука. У нас таких было несколько уже в пользовании. И один раз принесли с объекта нивелир, положили, потом в какой-то момент он понадобился, прораб выяснил, что он не работает, там у него все сбито, шкала куда-то отвалилась. Отнесли его в ремонт и выяснилось, что даже по прошествии трех лет использования у него пятилетняя гарантия действует. Нам через 30 дней вернули просто новый. Тот не смогли отремонтировать, вернули новый. Очень это порадовало. Так вот в стройке эта штука вообще просто необходима. Особенно, когда вот как у нас там сзади фундамент 16 метров в длину, 11 в ширину, то там просто с уровнем бега задолбаешься. Единственный минус такого агрегата в том, что нужно, чтобы один оператор смотрел уровень, а второй бегал и показывал с линеечкой так называемая рейка. И, соответственно, приставляя детали, например, фундамента, детали каких-то стен, сразу понятно, на уровне у тебя эта стена, этот элемент, или он куда-то у тебя уплыл. Если вы вдвоем этим занимаетесь, а им только можно вдвоем, соответственно, работать, то это очень быстро. Прям тык-тык-тык, прям фломастером отметил. Тут, 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 выше, ниже, чик-чик-чик, все очень понятно. Да, его немножко надо настраивать какое-то время, выставить здесь уровень, прицелиться, четкость настроить на определенную дистанцию. У них есть разная кратность. Хорошая противоударная коробочка. Здесь все в пенопласте, все очень удобно, надежно, компактненько, можно на плечо повесить. В общем, это один из самых вообще удобных приборов. Второй вариант того, как очень удобно замерять плоскости. Есть такая штука, как ротационный нивелир. У него там вращающаяся башка с лазером. Лазер крутится во все стороны. И вот там вдалеке человек с той же самой речкой, с отметками, только к нему приделывается специальная ловушка, которая реагирует на этот лазер. И, соответственно, когда ты примерно выставил, ты можешь ходить и в одно лицо все это дело замерять. Точность, конечно, похуже у него, у этого прибора, чем у оптического нивелира. Но зато удобно. То есть, допустим, стоит яхнодзор, прораб, тебе никто не нужен, квалификация никакая не нужна. То есть, ты его выставил по уровню, тык, и пошел там ловушкой ловить эти метки. В такой, конечно, солнечную погоду метку видно очень хреново. Но, если что, есть даже очки в комплекте, которые улучшают видимость вот этого красненького лучика. С ротационным нивелиром очень удобно отстреливать прям большие площади. Торговые залы, там какие-то огромные коттеджи, квартиры. Ты его поставил в серединку и давай только бегай с этой ловушкой. Очень удобно, соответственно, там, где плохо видно лазерный уровень. Когда ты в помещении, то лазерный нивелир видно нормально. Но, когда вот так, как здесь яркое солнце, то лазерный нивелир практически не видно становится. Только вечером можно что-то увидеть. Дальность у него действия 15-30 метров, там, в зависимости от стоимости, ну, там, ну, 50 максимум. А эта штука реально на 300 метров лупит. Он стоит дороже, как правило, чем оптические нивелиры. Хотя оптические нивелиры тоже бывают достаточно дорогие и такие прям профессиональные. Но зато очень удобно. То есть, его с собой также в коробочке принес, поставил, отстрелил все, проверил, сложил в коробочку, уехал. Все, не пыльно, не грязно, быстро, ничего настраивать особо не надо. В уровень только треногу выставил, и все, огонь. Ну, и самый популярный вид инструмента, которым чаще всего пользуются практически все строители, это лазерный нивелир. У него есть несколько вот таких вот штучек. Они там испускают лазерный луч, и он может выдавать несколько таких граней лучами. Такой штукой, как правило, пользуются вообще все. Фишка этой штуки, либо работать в помещениях, либо уже вечером отстреливать фундамент. Очень удобно, поставил, он сразу лучом нарисовал линию горизонтальную, и можно ходить, отмерять уровень. Вот я сейчас выставил нивелир, вот он сейчас светит как раз в горизонт. Вот если будем приближать к какому-нибудь из блоков, то вот, в принципе, вот, видно линия. И так как он эту линию выставляет идеально ровно в горизонт, с достаточно маленькой погрешностью, то мы можем отбить вообще весь фундамент. Тут вот сейчас, например, вообще не видно, где она есть. Вот она. То есть вот фишка таких вот приборов, не вот стрелки фундаментов, как правило, а вот стрелки уже уровней пола в помещениях. Без такой штуки строить что-либо, допустим, внутри помещения, отделка квартир, вообще, по-моему, себе сложно представить. В помещении, где достаточно немного света, можно вообще понять, что у вас происходит с помещением. То есть можно, во-первых, померить горизонт пола. То есть рулеткой от этой линии до пола меряем расстояние, понимаем, ровно у нас пол или неровный, точно так же потолок. Углы можно все проверить. Правильно, если выставить лазер, то можно проверить вертикальность всяких углов, откосов, дверей и всего остального. Реально, вот отделочника без такого прибора представить себе вообще, в принципе, по-моему, невозможно. Наверное, самый вообще популярный прибор для измерения любых уровней. Да, можно воспользоваться обычной рулеткой и обычным уровнем пузырьковым, но у него достаточно маленькая точность. А у этого прибора точность гораздо выше, плюс он может лупить на достаточно большие расстояния спокойно, там 15-20 метров можно вот так просветить. А если взять еще инструмент со специальными очками, то вообще все будет видно сразу далеко и очень четко, даже в достаточно хорошем освещении. В зависимости от разных комплектаций, могут быть тоже разные в комплекте вот такие кронштейны. Этот больше для отделочников подходит. Он с магнитиками, его можно тут на зажиме поставить за какой-нибудь косяк, за леса за строительный, и там он будет показывать уровни. Его можно зацепить на ту же самую большую треногу на объекте, которую мы до этого снимали. Можно спокойно накрутить, и если, опять же говорю, достаточно несолнечно, то можно увидеть, что и количество этих поверхностей сразу видно, включая вертикалки, все промерить. Оптическим нивелиром померить вертикальность достаточно сложно, а вот этой штукой прям вообще элементарно. Вот он, этот луч, вот она фигачит. Вот эту плоскость мерит, вот я прям перекрестие стараюсь в камеру поймать. И это все достаточно хорошо сразу будет видно. Поэтому, если к вам приехали строители, и у них нет хотя бы одного из этих приборов, и они вам начали делать фундамент, то лучше с такими строителями распрощаться. В идеале должно быть и то, и то. Допустим, оротенционник и вот такая штука, или оптический нивелир и вот такая штука. Без этих приборов в современном строительстве можно, конечно, построить все ровно и аккуратно, но нужно очень тщательно подходить к применению всяких веревочек, гвоздиков, пузырьковых нивелиров, у них достаточно низкая точность. Лучше пользоваться именно такими. Вот сейчас чуть стемнело, как раз показываю пример, как это видно. И уже, в принципе, почти на всех столбах видно достаточно хорошо лазерный вот этот уровень, эту линию. Можно сделать все отметочки вечером. Утром взял прям с первыми петухами и раздолбил все свои уровень. Субтитры сделал DimaTorzok